Всем привет! Сегодня у нас бьюти-завтрак. Говорить будем о декоративной косметике. Выбрала здесь уже кучку всего, чего хочу вам показать. В этом видео это то, что новое мы будем использовать на этой неделе. Также поговорим о новом журнале Bracard. Ну и, конечно же, расскажу о той косметике, которую пользовалась всю неделю, в том числе и о тональных от Chanel. Давайте, наверное, начнем со старого, потом перейдем к журналу и к новому. Нет, наверное, со старого, потом к новому, а потом к журналу. Давайте, наверное, начнем с самого главного, с тональных основ от Chanel. Это Le Beige. У меня Medium Light оттенок был. Что хочу сказать? Покрытие от легкого к среднему. Плотного покрытия не дает. Очень жидкое, безумно приятно пахнет. Очень хорошо ложится, подстраивается под тон кожи. Сейчас попробуем с вами добыть какой-нибудь остаточек, для того, чтобы показать вам ее в действии, собственно. Вот такая вот тональная основа дает немножко такой влажный финиш. То есть она не дает матового покрытия. И в жаркое время она плывет. Вот у нас сейчас на улице 35 градусов. И плюс ко всему надо, да, окно закрыть, потому что там еще шум за окном. 35 градусов, плюс ко всему еще и влажность какая-то высокая. Поэтому тональные основы для меня в данный момент вообще под запретом. Один-единственный день я использовала эту тональную основу. Один-единственный день я проходила с ней целый день с утра до вечера. Лицо жирнилось. Мне пришлось зайти в бракард. Я вам уже вчера об этом рассказывала. Взять матирующие салфетки, потому что просто был какой-то капец на лице. И да, тональные основы максимум я буду использовать на какой-то вечерний выход, если у меня такой будет. А днем нет. Это too much. Для такой погоды, мне кажется, просто пудра это максимум, что должно быть на лице. То есть никаких кремовых текстур. Иначе вы ничего хорошего от своей кожи не дождетесь. Отправляю в пустые баночки эти тональные основы на осень. Очень даже хорошо. Сейчас too much. Что следует использовать в принципе летом, так это пудру. И я использовала всю неделю, как и все предыдущие недели, вот такую вот пудру MAC Mineralize Skin Finish в оттенке Medium. На этой неделе я хочу протестировать новые пудры. Поскольку уже в среду, кажется, выйдет видео о пудрах. А я их использовала только на короткий промежуток времени. И вот как раз таки хочу 3 дня попользоваться вот этими вот пудрами. Чтобы целый день только одна единственная пудра была у меня на лице. Для того, чтобы сделать конкретный вывод. Это будет Innisfree No Sebum. Это будет вот такая вот пудра от Aven. И будет пудра от Elf. Консилеры. Что касается консилеров. У меня их целых 3 было. И что хочу сказать. Я очень много использовала вот этого консилера от Debra, когда снимала видео о тушах. Для того, чтобы убирать покраснение вокруг глаза. Потому что ватным диском, даже самым деликатным средством, когда вы снимаете макияж с глаз, все равно ватный диск делает какие-то микроцарапинки на вашем глазу. А когда вы это делаете 20 раз подряд в течение часа, то сами понимаете, покраснение быть. И пришлось его убирать вот с помощью вот этого вот консилера. Пока я его оставляю, также оставляю герлин, потому что их нужно добить. Убираю вот этот вот от Benefit. Все-таки я его полюбила. Я с ним подружилась. Но это такой, знаете, не тот вариант, который вы утром нанесли и целый день не смотрите в зеркало. Его нужно все-таки поправлять, чтобы он был такой более гладкий, более разглаженный. Какие консилеры я беру на эту неделю? Я хочу еще взять Estee Lauder Double Wear и хочу взять L'Oreal Lumimajig. Для того, чтобы тоже в ближайшее время их протестировать и сделать видео контрольную закупку с теми консилерами, которые у меня есть на данный момент. У меня уже есть видео с консилерами, но оно довольно-таки старое. Наверное, двуходичной давности. Все консилеры у меня уже поменялись, очень много нового появилось. И вообще, сами по себе консилеры стали совершенно другими, хотя L'Oreal Lumimajig был еще тогда. Но, тем не менее, видео о консилерах будет, поэтому я их тоже беру в применение. Что касается туши для бровей. По поводу Faberlic. Очень даже неплохо работает. Мне, в принципе, нравится. Жаловаться на эту тушь для бровей я не могу. Единственное, она не дает цвета, потому что она прозрачная. И здесь очень крутое решение в том, что баночка не прозрачная. То есть, вы не видите, что гель загрязняется. И кисточка не белая, а черная. То есть, какого-то отвратительного, эстетически неприятного эффекта в этом плане нет. Ну, а NYX, конечно же, остается моим фаворитом до сих пор. Что касается тушей. После видео о тушах, я выбрала целых 5 тушей, которые у меня уже на подходе. Которыми еще можно несколько дней краситься, но уже они совсем-совсем заканчиваются. Так вот, все вот эти 5 тушей я оставляю всеми. Пятью тушами я буду пользоваться, пока они не засохнут, собственно. Пока я их не выброшу в пустые баночки. Поэтому все 5 остаются в моей косметичке. Что касается помад. Вот эти вот две убираю однозначно. Это Заива и NYX. Что хочу сказать по поводу NYX. Вот, кстати, NYX. Еще сейчас одну помаду достану. Это, на мой взгляд, на губах, по крайней мере, бюджетный аналог Клиник Моримекко. Вот на губах они очень-очень похожи. И не скажу, что они мне нравятся. Это у нас Тирамису, насколько я помню, да. А это 02 Карамель Поп. Заива убираю, потому что сейчас мне хочется какого-то, знаете, более полупрозрачного чего-то. В такую жару не хочется каких-то плотных цветов. Поэтому убираю Заиву. Плюс ко всему она не застывает. А в такую жару просто плывет. Убираю Марк Джекобс. Пользовалась довольно-таки много. Кискис Бенк Бенк Лемарк. Очень хороший цвет на вечер. Не плывет, кстати, в жару. Оставляю вот это вот масло от Clorans. Только потому, что его нужно допользовать. И убираю все три помады от Estee Lauder. Одну сейчас еще верну. Но немножко другую, ту, которая новая. Что касается помад от Estee Lauder. Они очень-очень кремовые. Очень хорошо держатся. Немножко пигментируют губы. Когда вот этот вот верхний глянец сходит, все равно губы остаются красивыми. Вот такой вот розовый оттенок. Давайте, наверное, уже вот здесь буду свочи делать. Вот такой вот 410 динамик я убираю. Добавляю ту помадку, которую показывала вам вчера. В оттенке 420. Для того, чтобы потестировать ее на этой неделе. И убираю последнюю в оттенке 130. Вот такую. Что добавляю? Хочется блесков каких-то. Поэтому беру вот этот вот блеск от Estee Lauder. Сейчас у меня кожа очень хорошо поменяла свой цвет. Поэтому, возможно, этот блеск уже станет мне подходить. Оттенок у блеска 420. Также беру Rimmel. Беру L'Oreal. Матовую. И беру вот этот вот бальзамчик от Clorance. В оттенке 03 My Pink. Который реагирует на PH. И превращается в розовый оттенок. Это то, что касалось помадной истории. Оставляю вот этот вот Lancome. Еще в использовании. Возможно, мне когда-нибудь пригодится на этой неделе. Оставляю также пудру вот эту под глаза от Elf. Рассыпушку. Очень-очень мелкую. Очень-очень прикольную. Так, что еще? Что еще у нас здесь остается? Карандаш для бровей 1. Карандаш для бровей 2. 3. Далее остается подводка и Каял от Givenchy. Что касается румян. Да, кстати. Что касается румян и теней. Сейчас будем с вами разбираться. Помады можем убирать на задний план. А вот эти вот вещи сейчас будем обсуждать. Но по поводу Clorance мне, собственно, добавить нечего. Супер классная вещь. Пока убираю, потому что очень часто ею пользовалась. И у Clorance, я в Instagram показывала вам, есть новая лимитка. Бронзер просто шикарнейший на вид и шикарнейшего качества. Просто супер крутой продукт. Что касается этой вещи. На самом деле оказалась очень даже неплохой. Но мне не нравится все-таки еще вот этот вот оттенок на моем лице. Мне больше нравится розоватость. Потому что и так сейчас жарко. И теплый оттенок вот этот вот. Он мне кажется сейчас too much. Мне больше нравятся какие-то холодные оттенки на данный момент. Что касается скульптора. Он действительно здесь холодный. Действительно стоящий. Поэтому по поводу этой палетки. Я не скажу, что она вау. Но то, что отзывы на нее хорошие в плане оттенков. Это так. Хайлайтер здесь ни о чем. Длительный период времени вот эти вот румяшки были моим фаворитом. И сейчас мне кажется, что они очень похожи на вот эти вот румяшки. Давайте сравним. Вот так вот. И теперь... Вот так вот. Ну, как видите, действительно есть схожесть. Так же хочу протестировать вот эту вот палетку. Трешечку. Где бронзер, хайлайтер и румяна. Что еще? Теперь по теням. Нет, не по теням. Еще, конечно же, хочу протестировать вот эту вот вещь. Это реально вещь. И я на 99,9% уверена, что она мне очень понравится. Эта вещь, потому что... Посмотрите на это. Это просто шик. Буду тестировать. Расскажу вам, что из этого выйдет. И теперь по поводу теней. Последний. Последняя категория, да? Последние продукты. О Clorans рассказывать особо не буду. Вы все знаете. Пользую дальше. 01 Nude Beige. Как видите, довольно-таки активно пользуюсь. Но как-то незаметно расход. Далее. MAC, HOX или HOX, кто как привык называть, убираю. И на этой неделе я активно пользовалась вот этой вот палеточкой от Lamelle. Всеми шестью оттенками. И что хочу сказать. Они действительно хорошо выглядят. Несмотря на то, что это супербюджетные тени. Но вот этот вот ряд тени для бровей я не использую. А воски, они очень сильно мягкие, что ли. И они не держат брови. Они просто плывут. И не фиксируются. То есть на лето вот эти вот два продукта абсолютно нет. А тенями почему бы и нет. Очень даже неплохо ими пользоваться. Они просто безумно мягкие. Они слишком мягкие, возможно, даже для того, чтобы пользоваться ими. Но они не особо сыпятся под глаза. И вот еще два оттенка. Сейчас расскажу вам схему макияжа. Что и как я делала. И вы все поймете. Изначально я наносила на все веко вот этот вот оттенок. Затемняла складку века вот этим. Вот первичную растушевку. Потом еще вот этим. Немножко добавляла на нижнее веко вот этого. И вот этим вот затемняла внешний уголок. Далее внутренний уголок и самую выпуклую часть я высветляла вот этим вот оттеночком. И он очень-очень благородное высветление дает. Он такой вот не белый и не банановый. Но какой-то он вообще очень-очень интересный. Поэтому все шесть оттенков у меня были в ходу. И получались очень даже чистые, аккуратные макияжи. Несмотря на то, что палетка очень бюджетная. Я думала, что если у меня не получится супер там какой-то макияж. То я буду использовать вот этот вот мак. И Clorans, кстати да, Clorans я использовала как базу под тени. То есть все тени я наносила на Clorans. Вот, поэтому Face Makeup от Lamelle очень даже прошел тестирование. И могу сказать, что это стоящая палетка. Обратите на нее внимание. Вау, эффекта вы от нее не дождетесь. Но нормальный макияж базовыми цветами сделать можно. Здесь 12 грамм. Срок годности 4 года, да, получается. И вот, кстати, схема макияжа тоже вот вам есть. Так, ладно. Едем дальше. Какие же тени я беру на эту неделю? Это новая палетка от Maybelline Total Temptation. Показывала вам ее в покупках своих недавних. И старая новая палетка от Art Deco. Давно я ее не пользовалась. Вот на этой неделе воспользуюсь и расскажу вам свои впечатления. Вот так вот она выглядит, напоминает чем-то Urban Decay. И также на этой неделе я буду использовать вот эти вот кисти от Estee Lauder. Для того, чтобы их протестировать и понять, подойдут ли они мне в дорожную косметичку. Чтобы использовать только их и не брать никакие другие новые с собой. Ну что ж, вот такая вот косметичка на неделю теперь у нас с вами получилась. Сейчас все нужно будет аккуратно здесь расставить. И пыльничек еще сюда положим. И теперь рассмотрим новенький журнал от Bracard. Это июнь-июль 2008. Оазис красоты. Был здесь пробничек. Вернее, вот такая вот карточка, на которой была новая туалетная вода от Black Opium. И я так поняла, что это самая первая, которая у меня появилась, самая старая вариация Black Opium. И что хочу сказать, здесь какие-то нотки более сладости, более цитрусовости. Первые ноты здесь реально есть что-то такое очень свежее, что напоминает именно лето. То есть, если этот аромат, он для меня именно согревающий, именно осенний, то этот аромат вполне себе может быть летним. Я не знаю, что там в составе не так. Нужно будет посмотреть и расскажу вам уже в парфюмах. Надеюсь, на этой неделе они наконец-то выйдут. Потому что я уже сама устала переписывать со дня на день этот вопрос. Что здесь у нас? От редакции Bracard здесь маленькая статья о том, что летом Одесса становится столицей Украины. И о том, что открыт Найчи, да, или Ничи. Найчи, наверное, бар с нишевой парфюмерией именно в Одессе. Здесь очень много новинок показано. Вот, собственно, новая туалетная вода Black Opium, о которой мы только что с вами поговорили. Кремчик вот этот вот 72 часа очень-очень мне нравится. И вы знаете, наверное, он мне сейчас даже больше подходит, чем обычный клиник. Я вот сравнивала вам три крема в одном из видео недавних от клиник. Именно который обычный, который интенс и который 72 часа. Так вот, 72 часа ложится просто замечательнейшим образом. Далее здесь у нас всякие разные акции и подарки. Давайте быстренько пробежимся, что из интересного. Clorans она сейчас идет, Gucci вот скоро начнется. Далее скоро начнется Calistar с понедельника, что ли, 18-го числа. Lacoste, кстати, неплохая сумочка при покупке аромата. Такую вот сумочку можно будет получить со 2 по 15 июля. Июля, уже прошло, да? А, июля, еще не прошло. Еще не пришло время. А в данный момент можно вот такую вот пляжную сумочку получить от PAYO. Далее несколько страничек. Вот, кстати, фотки на Эчебара этого. Вот, какая красота. Здесь очень хорошие отзывы на вот этот вот бронзер от Guerlain Valmont. Кстати, протестировала крем Valmont, который попался в одном из бьюти-боксов. Расскажу вам завтра в бьюти-завтраке. И, честно, я в замешательстве. У Коррес появился новый аромат. Свежий выбух, взрыв лайма с нотками пряного имбиря. Это гель для душа и крем для тела. Очень хочется попробовать поскорее. Метеориты от Guerlain. Они, кстати, есть уже в наличии. Они уже доступны. Можно их покупать. Но я потратилась на Estee Lauder. Поэтому метеориты остаются у меня на будущее. И они, кстати, матирующие. И с синими вот этими вот шариками. Помните, я говорила, что в моих метеоритах не хватает синих шариков. Хоть бери и перекладывай с Elf в обычную банку. Так вот, здесь они все-таки переложены. И я их уже, кстати, тестировала в магазине. Неплохие, мне понравились. Ага, вот, кстати, этот суперкрутой бронзер, о котором я вам говорила. Вставлю видео с Watch'а, ну, реального, да, с магазина. Очень мне понравился. И плюс сейчас акция. Эх, ладно. Невозможно иметь все хотелки, наверное, в своем туалетном столике. А вот кушон такой от Physicians Formula. Сейчас я вам покажу. Вот так вот он выглядит. Оттенок у меня Ivory очень светлый. То есть, выглядит он очень темным на лице. И он подчеркивает текстуру. Не знаю, возможно, это обратно по причине лета. И вот смотрите, какие классные разноцветные подводки у Dior. Я смотрю сейчас разноцветные подводки. Мне хочется бордовую подводку просто безумно у каких-то более бюджетных брендов. Я знаю, что есть суперкрутой у Beauty Drugs карандаш такой винного цвета. Я на моделях использовала этот карандаш, когда училась на курсах макияжа. Просто шикарная стойкость и шикарный вид этого карандаша. И уже преподаватель на меня косо смотрел, когда я каждой модели хоть как-то пыталась этот карандаш приспособить. Потому что он именно не дает вида уставшего глаза. То есть, какого-то больного или заплаканного. Именно такой очень хороший чистый цвет. И получаются красивые макияжи. Ну и гороскоп, конечно же, куда же без него. Все. На этом все. Если бьюти-завтрак был вам интересен и полезен, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А завтра с утра бьюти-завтрак выйдет чуть пораньше, чем сегодня. И мы с вами будем говорить о уходовой косметике. Пока-пока. До скорых встреч. Увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok